Следующее видео по Майнкрафту выйдет сразу после того, как на этом видео наберется 1000 лайков, поэтому ставь лайк и продолжай смотреть видео. Привет, ребят, меня зовут Рисман, и на моем канале уже не было видео практически неделю, и это связано с тем, что я был на Игромире 2018, так что в ближайшее время ждите видео отчет с этого Игромира. Однако те, кто следят за моим Инстаграмом или ВКонтакте, уже давно в курсе, что я был на Игромире 2018. Также, кстати, подписывайтесь на мои социальные сети и ставьте лайки там тоже. Ну что ж, сегодня мы продолжаем нашу рубрику в Майнкрафте и в мире животных. Кстати, возможно, в эту рубрику в ближайшее время подключатся другие ютуберы, о них вы узнаете попозже, и мы будем снимать эту рубрику уже вместе. Ну и сегодня у нас в мире животных будет такой моб, который добавляется при помощи мода Мокречерс, и называется он у нас Енот. Я думаю, все знают, кто такие еноты, и многие даже из вас имеют таких знакомых, у которых енот просто дома как домашнее животное. Лично я их видел часто в дикой природе, потому что я живу возле побережья, и у нас их очень-очень реально много, потому что у нас даже охоту на них разрешили, потому что они лазают по городам, переворачивают мусорки, да и в целом очень-очень грязные такие существа в плане того, что они разносят кучу инфекций. Так, ну что ж, ну сегодня у нас еноты будут в Майнкрафте, давайте их заспауним, и я о них вам подробнее расскажу. Значит, выглядят они у нас вот таким вот образом, есть взрослый усыпь, есть детский усыпь, но, к сожалению, я абсолютно не разобрался, как их плодить. Реально нету способа их размножения, то есть они либо спаунятся детьми, либо спаунятся большими енотами. Вот, ну такая вот у нас большая усыпь относительно, она не крупного размера, размером примерно в один блок, ну высоту точно меньше одного блока, в длину чуть-чуть длиннее. Имеется такой вот у них длинный пушистый типа хвостик, такие глазки, и все они только одного цвета, одной раскраски, других не бывает. Также этих енотов вы можете как приручить, так и убить. Приручить вы можете абсолютно при помощи любого съедобного предмета, еды или еще чего-нибудь в Майнкрафте. Просто правой кнопкой кликайте один раз по еноту, и можете его уже назвать, и он типа будет как бы вашим питомцем. Давайте попробуем его назвать, например, давайте его Дима просто назовем, что думать. Назовем его Дима, отлично, вот у нас енотик Дима появился, и потом у нас еще есть еще один енот, и мы его тоже можем приручить, например, назовем его Катя. Будет у нас, значит, мальчик и девочка, енотики, вот. И знаете, суть в том, что мы их приручили, заключается в том, что мы теперь видим, сколько у них ХП. Больше смысла их приручать я не вижу, потому что они не следуют за вами, они не защищают вас, вроде как, да, не защищают, по-моему. Давайте сейчас попробуем гейммод 0. Так, ну давайте попробуем ударить енота. Так, 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 а ну иди сюда. Они, по идее, должны были бы его атаковать, но они этого делать не будут. Кстати, этот енот начнет меня атаковать. Еноты в Майнкрафте это достаточно нейтральные мобы, потому что они не атакуют вас первыми, но если вы их ударите хоть разочек, они, ага, видите, да, они еще приплетают, а нет, не приплетают, я думал, они еще со своими друзьями начинают против вас уже сражаться. Кстати, да, еноты у нас еще водоплавающие, мы это уже с вами сейчас увидели, но если они будут меня атаковать, урон от них не очень большой, он составляет примерно пол сердца, одно сердце максимум, если я не ошибаюсь. Да, пол сердца он снимает у меня, поэтому ничего, в принципе, сложного в нем нет, у него порядка 4 сердец единиц здоровья, поэтому тоже ничего он вам сильного не сделает, да и убить их достаточно легко. Так, ну вот, как видите, он откидывает меня только. Спаунятся они в основном в лесных биомах при высоком уровне освещенности, поэтому у нас это такие вот мирные и дружелюбные мобы. Помимо всего этого, для того, чтобы их таскать за собой, вы можете использовать самый обычный поводок, например, накидываете его на енотика и тащите уже его за собой. Так, где-то у нас еще один мой енот Дима был, он, по-моему, на той стороне уже, и уже от меня уже, так, убежал. Где же он был? А? Где? Блин, здесь его нету. Ладно, мы... и Катю я потерял, класс, вообще класс. Но... но-но-но-но-но-но-но-но-но, блин, ну знаете, с такой... с таким смыслом енотов я вообще не вижу их приручать, потому что они абсолютно ничего не делают, они разве что могут сожрать у вас куриц. То есть эти мобы еще вдобавок хищники, в плане того, что они могут атаковать ваше домашнее хозяйство, таких как кроликов, котят, например, или даже вот куриц мелких и так далее. Давайте попробуем... так, что за яйцо-то, кстати, еще я тут поймал. Икра трески, это икра трески у нас, класс. Также вы енота можете сажать на привязь к столбам или просто держать, например, в загончике. Тоже ничего сложного с этим не будет у вас. Давайте попробуем его посадить на привязь и попробуем рядом заспаунить с ним курочку. Я, наверное, перейду в режим креатива, да. Чикен, чи... курица, курица, вот. Сейчас попробуем заспаунить цыплят и посмотрим, как он их будет атаковать. Так, ну, что-то он их не особо атакует, но вообще, если им захочется, они начнут их атаковать. Так, где у нас еноты? Давайте еще... А, черт, что я нажал! Я не то нажал клавишу, не то, извиняюсь. Так, сейчас мы возьмем ра... еще возьмем яйцо призывания енот... а, оно у меня было. И попробуем заспаунить побольше енотов, посмотрим, как они будут атаковать куриц. Так, что-то они их пока не атакуют. Но, насколько я знаю, они, 100% ребят, они их атакуют, потому что... Вот, видите, все, пошла атака, все, они начали жрать цыплят. Поэтому с этим будьте поаккуратнее, они могут сожрать ваше домашнее хозяйство, это не очень приятно. Также мы можем взять енота, например, снять с привязи и засадить его в вольер. Лучше, конечно, сажать его в вольер, потому что... Ну, не знаю, он может сорваться все-таки как-нибудь или еще что-нибудь произойти, и ваш енотик убежит. Это тоже не очень приятно. Однако вы можете с ним просто гулять по миру Майнкрафта. Помимо всех этих качеств, енота вы также можете убивать. Да, к сожалению, их можно убить, сейчас будут все писать, что я живодер и так далее, но это зараза, это мобы в Майнкрафте, какой живодер? И тем более я их убиваю ради того, чтобы сделать себе броню. Потому что при их убийстве из них выпадает шерсть енота, которую вы можете использовать уже для крафта брони. Обычно выпадает от них от нуля до двух единиц шерсти, и при использовании каких-то суперкачеств, по типу грабеж или лутинг, как не помню, называются как точно зачарования такие, вы можете уже получать порядка пяти единиц меха с этих самых енотов. Так, давайте еще их поубиваем. Вот я уже восемнадцать собрал, и я теперь уже, в принципе, могу даже скрафтить. А, нет, этого не хватит еще. Нужно гораздо больше, ну, мы, наверное, просто возьмем и дюкнем их, чтобы не убивать больше енотов. Так, открываем верстак, тут, в принципе, все стандартно, вот так вот у нас крафтится меховой шлем, вот так вот у нас крафтится меховая кераса, так, штанишки с крафтем, поножи и спаги меховые, валенки, да, наверное, какие-то будут, а, меховые ботинки. Блин, я бы их валенками назвал, потому что реально валенки из меха. Вот так вот я выгляжу в шерсти енота, теперь мне не страшен абсолютно никакой мороз, давайте посмотрим, сколько же дает оно единиц брони. Оно дает, офигеть, она дает больше, чем железная броня. Блин, мне кажется, или это реально так? Давайте попробуем взять рядом железную броню и попробуем ее сравнить. Что-то я вот этот момент сейчас проворонил, потому что мне кажется, что она реально дает сет почти железной брони, хотя это просто броня из енотов. Так, давайте мы зайдем сейчас в креатив, мы это уберем. А, нет, мы вначале посмотрим, докуда у нас, так, вот. У нас 2,5 единицы брони остается свободными, и сейчас мы делаем то же самое железное. 2,5 единицы, 2,5 единицы, все, то же самое. И таким образом мы с вами скрафтили из енотов, грубо говоря, железную броню. Я, кстати, не знаю, что она по прочности. Блин, не написано, что она по прочности. Так, посмотрите, плюс 6 броня, плюс 6. А, кстати, ее можно комбинировать. Ее можно комбинировать, например, вот эти вот плюс 5 мы даем плюс 6, это плюс 6, это плюс 2, это плюс 2. То есть здесь по ноже гораздо сильнее, чем кераса. То есть, ну, на единицу, ладно, на единицу, но все равно сильнее. Вот так вот у нас уже, как видите, 2 единицы брони всего свободны. Так, таким образом вы можете скрафтить броню из енотов и уже сражаться именно в ней. Ну, кстати, не то, что я бы сказал, что она как-то особенному выглядит, но она реально круче, по-моему, выглядит. Похоже вообще на космический костюм, если честно, вот с таким скафандром, что ли. Но, в целом, мне она нравится по своему реально внешнему виду, потому что, ну, вид у нее очень такой, знаете, прям для холодных регионов. Тайм-сет-дэй, давайте включим. Для холодных регионов вы можете сражаться, например, с мобами. Давайте, наверное, заспауним с Амон Хаской. Попробуем сразиться в этой броне, посмотрим, как нас будет атаковать. Да, посмотрите, всего по пол, по пол, по одной, по половине единицы брони сносит у нас наш пустынный зомби, и я его очень-очень легко убил. Давайте попробуем рядом взорваться с чем-нибудь. Так, давайте полные единицы хп. Блин, вообще даже не коснуло почти. Да, то есть броня очень-очень мощная, очень эффективная, даже, в принципе, по прочности. По прочности 195, 243. Так, давайте теперь попробуем коснуть эту броню и посмотрим, сколько у нее по прочности. Это у нас, ребят, броня из енотов. Так, давай, енотик, напади меня. Напади на меня, пожалуйста. Я хочу, чтобы ты на меня напал, и я посмотрел, сколько у меня останется брони. Все, отлично. Давайте мы его уберем. Так, 165, 165, 240, 240, 225, 225 и 195, 195. Все то же самое, ребят. Реально, та же самая железная броня, только из енотов. Ну что ж, ребят, на этом все. Такое вот замечательное видео о енотах в Майнкрафте. Кому оно понравилось, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, если вы все еще не подписаны. Ну, на этом все. Всем удачи, всем пока-пока.